Фактически я вижу, что когда чернота, то ты неизбежно ждёшь, когда она пройдёт. То есть ты не можешь с этой тьмой работать как со светом. Ты должен стараться видеть внутри тьмы, что там скрывается Творец. И тьму ты видишь из-за своего отношения. По сути дела нет тьмы в мире, в реальности, а твоё отношение строит тьму. И поэтому тут нет никакой проблемы. Поэтому постарайся увидеть реальность Творца в каждом состоянии. И как раз насколько состояние тёмное, если ты постараешься относиться к нему выше своего желания раскрыть, понять, почувствовать, а в желании отдавать, то получится у тебя, что из тьмы ты начнёшь видеть духовное, что это возможность, свет, что это тебе даёт возможность прийти к раскрытию, к свету. А есть ли в этом какая-то дуальность? То есть естественным образом ты всё равно ждёшь изменений, но через какое-то поле десятки у тебя иное отношение к этому. Это как-то дуально будет? Или это... Конечно, у нас есть авиют. Это желание всё-таки раскрыть, почувствовать и понять, и наслаждаться, и управлять. У нас есть авиют. Авиют этот растёт всё время. И над этим мы строим наше обратное отношение, что мы хотим, чтобы Творец управлял свойства отдачи, наше самопожертвование росло, что мы готовы оставаться в этом состоянии. И как раз через эту тьму, через это чёрное, я хочу раскрыть, что это не тьма, что тьма — это относительно моего желания получать, а относительно желания отдавать. Я хочу раскрыть это как свет. Так где у меня есть это желание отдавать, которое во тьме, потому что тьма будет светить как свет? Это то, чего я хочу. Так мы работаем постепенно, выращиваем из тьмы и отрыва, раскрываем новые отношения. И так продвигаемся. Получается, я внутри себя всё равно во тьме, но внутри десятки — это свет. Самостоятельно это действительно очень тяжело и даже невозможно, можно сказать. Но когда... Посмотри утром, когда у вас есть урок, что ты приходишь на урок и ты усаживаешься в контакте с товарищами или виртуально, или физически, это не очень важно уже. Мы уже сейчас привыкли ощущать, чувствовать друг друга через линию интернета. И посмотри, насколько у тебя есть изменения в твоём состоянии в отношении к жизни, к духовному, вообще ко всему. Насколько взаимовключение с товарищами приводит тебя на другой уровень. Ты начинаешь иначе относиться к жизни и к объединению, к Творцу, к реальности. И это всё не из-за того, что к тебе приходит мудрость, хохма, а к тебе приходит связь с товарищами. И в них, в этой связи, даже если ты ещё не властвуешь в этом, особенно не управляешь, ты уже начинаешь чувствовать, что из этого начинает быть уже якобы новый мир. Ну, посмотри, это происходит у каждого из нас в тот момент, когда мы включаемся друг в друга перед уроком. А я могу вообще какой-то переход сделать, как-то вот, ну, прямо выйти из себя? Это возможно? Прямо выйти и войти в десятку? Попытаюсь, конечно, да. Это каждый может. Даже люди, которые не связаны с наукой Каббала, когда они входят на какое-то мероприятие, где есть несколько человек, они включаются в это мероприятие. В этом есть всё дело власти, окружения над человеком. Скажите, я каждый день заново должен выходить из себя и рождаться в десятке. Это вот, ну, то есть ты должен согласиться, что это будет каждый день заново. Вот это так? Если ты продвигаешься в хорошем темпе, то это будет несколько, много раз в течение дня. Это называется, и будут в глазах твоих как новые. До такой степени, что потом на духовных ступенях ты будешь ощущать в каждое мгновение, каждую минуту, допустим, что у тебя есть отрыв, и ты должен вернуться. Отрыв, и ты должен вернуться. Потому что во всех таких подходах туда-обратно, туда-обратно, из духовного и в духовное ты справляешь к решению от разбиения.